Итак, как же выкопать пруд или озеро без особых знаний и без специалистов? Для того, чтобы это сделать, я перелопатил кучу всякой литературы, рассмотрелся видео в ютюбе, приглашал различных специалистов на участок на свой. И пришлось все-таки сделать по-своему. Только потому, что многие доводы специалистов мне показались совершенно какими-то вообще фантастическими, отдаленными от реальности. Значит, для того, чтобы выкопать пруд, нужно хорошо знать свою местность, где вы хотите это сделать. В данном случае вот я вам показываю, плохо может быть видно. Справа остальное вот у меня небольшой приборок. И слева тоже. Вот, как видите. Здесь осенью я заметил скопление воды в ложбинах. И небольшой ручеек вот был моего сейчас разрыли побольше. Говорили специалисту, что здесь была подземная река. Ну, честно говоря, ее, конечно, не целый есть. Или были в ней подземные карпы, или хотя бы подземные лягушки. Ну, ничего они мне не ответили, я начал сомневаться, что вообще есть подземные реки. В общем, решили мы выкопать здесь этот пруд. Значит, взяли экскаватор с широким ковшом, всем рекомендую. Вот, да, один момент. Значит, всю эту воду, которую здесь мы обнаружили, для того, чтобы не делать лишнюю работу, мы сначала отдали на обследование в санобидемстанцию. Для того, чтобы знать, что это за вода, и есть ли смысл вообще здесь что-либо делать. Вот. На бактериологический и химический анализ. Который показал, в принципе, хорошие результаты, ничего там особого нету. Никакого яда, никаких... В общем, вода соответствует первой категории, то есть обычная вода грунтовых вод. Грунтовая, точнее, грунтовая вода. Значит, для того, чтобы вам найти место, где копать пруд, вам, конечно, лучше очень хорошо изучить свою местность. А особенно изучить растения, которые на ней растут. Я не буду сейчас перечислять, какие растения растут на местах, грунтовых вод. Это можете вполне в интернете поинтересоваться и узнать. Вот. Но я, изучив свой участок, понял, что здесь всё-таки есть вода. И, в принципе, не ошибся. Вы должны это знать тоже. То есть, всё-таки изучите, в первую очередь, первым делом свою территорию. Вот. Значит, взяли экскаватор с широким ковшом. Ковш собирает где-то один куб земли. И вот за 6 часов было вырыто это небольшое озеро. Большим мы его для начала не делали. Я хотел посмотреть, как оно будет наполняться водой. И к концу лета посмотреть, сколько в ней воды останется в нём. Потому что это очень важно. В прошлом году было сухое лето. И многие водоёмы потеряли очень много воды. Вот. Поэтому мы посмотрим, как оно будет наполняться. И к концу лета, если до осени здесь будет стоять вода нормально, то мы сделаем этот пруд ещё шире. А пока что мы обошлись вот такой, где-то 25 метров длины и 20 ширины. Вот опять же начало. Зачем мне было рыть там 150 метров этот пруд, если вдруг всё-таки вода возьмёт, да и пропадёт к концу лета. Что часто бывало у многих других, желающих выкопать своё озеро или пруд. Значит, всю землю, которую выкапывали, мы вложили вот рядом. Вы видите эти горы. с земли, с ней ничего не сделать. Она, особенно второй слой, там ещё глина дальше, она неплодородная. Просто эту землю можно ли выбросить, или всё-таки разбросать по территории. Разровнять каким-то образом. И так её оставить. Вывозить, конечно, это очень дорогостояще получается. И по времени. Очень много времени уходит. Поэтому всё-таки придётся её здесь равномерно разбросать. по территории. Ну, собственно, вот небольшое, так сказать, небольшое информативное, не информативное видео для тех, кто хочет сделать свой пруд и не знает, собственно говоря, с чего начать. Поэтому ещё раз повторю, начните с той территории, с той земли, которую вы собираетесь использовать.